Брестский лесхоз Движение длится 2-3 недели, при благоприятных погодных условиях до 5 недель. К окончанию максимального срока сок становится мутным, а следовательно непригодным для заготовки, поэтому стоит поторопиться. В этом году сокодвижений «Заготовка березовика» начались на территории всех 9 лесничеств Брестского лесхоза с 20 марта. На данный момент уже реализовано населению более 15 тонн напитка. Люди звонят в лесничество, либо на сайте у нас есть номера лесничеств, номера заготовителей, также работников лесхоза, отвечающих за эту сферу. Существует предварительная запись, и непосредственно люди выезжают на место в лес по предварительной записи, и уже здесь происходит расчет и непосредственно сбор сока. Резистация сока происходит без предоставления тары, поэтому населению нужно позаботиться этой самой таре самим. Заготовка березового сока осуществляется на участках леса, отведенных под рубку главного пользования, и за 5 лет до наступления возраста рубки. Возраст рубки для березы 61 год. Лесничий муховецкого лесничества Василий Петручий, как никто, знает. Чтобы не навредить дереву, подсочка должна осуществляться строго по правилам. Подсочка берез производится бензопилой. Ширина надреза березы должна быть не более 14 сантиметров, глубина должна быть не более 4 сантиметров. Делает специально обученный человек. Потом, после того, как произвели подсочку, собираются пакеты, выдергиваются гвозди и заделываются садовым варом или же глиной, или же другим каким-то материалом. Для того, чтобы рана, на которую нанесли бензопилой, она быстрее заживлялась. Собирать и заготавливать сок можно и самостоятельно, но для этого необходимо обратиться за специальным разрешением. А для тех, кто пренебрежет данным правилам, березовый сок станет действительно дорогим напитком. Согласно Кодексу административных правонарушений, вступившего с 1 марта 2021 года с новыми изменениями, статье 16.19 за незаконный сбор заготовки древесного сока предусмотрена административная ответственность. Это штраф в размере на физических лиц до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридические лица до 500 базовых величин. Также могу обратить внимание на то, что сотрудниками, должностными лицами лесничеств, лесхоз, на которые возлагается функция охраны лесов, ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению незаконных сборов древесного сока, а также устанавливаются фотоловушки с онлайн-транслятором. Честно купленный за небольшие деньги сок принесет освежающую прохладу в летний день и поправит здоровье. А то, что им любят полакомиться даже муравьи, говорит о высоком качестве напитка и его натуральности. Березовый сок стоит употреблять, чтобы восстановить силы организма. Особенно это полезно после зимы, когда простудные заболевания снизили иммунитет. Он прекрасно справляется с весенней депрессией и усталостью, повышает гемоглобин. А фитонциды, содержащиеся в нем, убивают бактерии и защищают от вирусных инфекций. Субтитры создавал DimaTorzok